С 1 января пенсионный фонд и фонд социального страхования России объединились в единую структуру, которая теперь называется социальный фонд России. Что значит это преобразование и каким образом повлияет на жизнь граждан? Сегодня об этом и не только поговорим с управляющим отделением социального фонда России по Алтайскому краю Ольгой Клендуховой. Ольга Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте для зрителей разъясним, что же означает это объединение. Раньше был пенсионный фонд и фонд социального страхования, теперь социальный фонд. Каковы его функции? Начнем действительно с создания структуры. С 1 января в Алтайском крае, как и во всех других регионах страны, созданы отделения фонда пенсионного и социального страхования. Кратко нас можно называть отделение социального фонда. Цель объединения прежде всего это удобство для граждан. То есть гражданам не нужно будет ходить в два ведомства за тем набором услуг, которые они привыкли получать ранее в пенсионном фонде, в фонде социального страхования. Теперь все услуги будут оказываться по одному адресу, в одной точке, в клиентских службах социального фонда России. Естественно, главная цель объединения это удобство для граждан. Что касается услуг, которые будут оказывать уже клиентские службы социального фонда, для этого надо понять, а какие услуги оказывали фонд социального страхования и пенсионный фонд. Пенсионный фонд множество выплат осуществлял различным категориям граждан. Это и пенсионеры, и семьи с детьми, федеральные льготники, военнослужащие. Пенсионный фонд выплачивал пенсии, пособия, материнский капитал, детские выплаты. В свою очередь, фонд социального страхования выплачивал гражданам пособия по временной нетрудоспособности, оказывал услуги по выдаче технических средств реабилитации, санаторно-курортное лечение, ковидные выплаты. То есть множество различных также услуг. Давайте наглядно, вот в каких случаях человеку нужно было обращаться и в ПФР, и в ФСС, фонд социального страхования, да? Вот при какой услуге ему нужно было идти и туда, и туда? Первое, что приходит сразу, конечно же, это наша категория инвалиды. Безусловно, они приходили и в одно ведомство, и во второе ведомство. Теперь это делать не нужно. То есть все услуги, которые ранее оказывались двумя фондами, теперь будут оказываться социальным фондом России. В одно окно. То есть гражданину достаточно будет прийти в клиентскую службу и получить все меры поддержки, которые ранее оказывались двумя ведомствами. Для граждан вроде как плюс. Не нужно ходить в разные места. И все-таки объединение, процесс объединения, процесс создания такой общей, наверное, системы немного требует, наверное, какого-то времени, отладки. Вот насколько здесь возможен, ну, скажем, некий риск ошибок? Ну, без ошибок никто не работает. Ни один человек, наверное, ни разу не приходилось работать. Главное, чтобы эти ошибки не носили системный характер, правильно? Чтобы они были случайными и легко устранимыми, чтобы граждане даже при наличии каких-то недочетов не почувствовали это ни на себе. Главное же не то, что ни разу не ошибаться, а главное увидеть эту ошибку и вовремя устранить, извиниться перед гражданином и пойти дальше. На сегодняшний день уже есть какие-то случаи, когда были какие-то сбои, может быть, вовремя не приходили больничные, потому что, да, вот у нас фонд социального страхования объединяется теперь с ПФР? У нас был небольшой сбой, в большей степени связан с отсутствием финансирования. То есть на один день буквально вчера мы должны были произвести выплаты по материнскому и семейному капиталу, но произвели сегодня. Этот сбой не связан с работой наших сотрудников. Конечно, это связано с тем, что реорганизация прошла по всей стране, начиная, естественно, с центрального аппарата. Поэтому эти сложности быстро устраняются. Ольга Михайловна, давайте еще раз проговорим. Все-таки для граждан будет проще или сложнее теперь обратиться в социальный фонд России? То есть какие, может быть, документы, что-то изменится, куда-то идти в другое место нужно? Нет, для граждан станет только проще. Для граждан не изменится ничего. По-прежнему мы их ждем по старым адресам офисов клиентских служб, которые находятся по всему Алтайскому краю. Офисов у нас 66. Граждане куда обращались, туда и будут обращаться. Документы тоже не меняются. То есть законодательство не изменилось. Какие документы представлялись для назначения определенных услуг, те и будут предоставляться. Не меняются ни сроки выплаты, ни даты получения, ничего. То есть если гражданин ранее получал какую-то выплату, например, пенсию, он также будет ее продолжать получать и заново оформлять никакие бумаги? Конечно, не нужно. Никаких заявлений, никаких дополнительных бумаг. Все по-прежнему, по-прежнему. Дата с прежними сроками. У многих на сайте пенсионного фонда был свой личный кабинет, где можно было бы там отслеживать данные и так далее. Вот тот же страховой стаж, к примеру, да? Как убедиться, что с моими данными все по-прежнему? Ну, безусловно, с вашими данными ничего не случилось. Объединение фондов никаким образом не повлияло на действующие нормы учета пенсионных прав гражданина. Пенсионные права как учитывались на индивидуальных лицевых счетах, так и они будут учитываться на индивидуальных лицевых счетах в единой системе индивидуального персонифицированного учета. Эта система вся целиком и полностью перешла в ведение социального фонда России. Убедиться в том, что у вас все хорошо, можно несколькими способами. Либо получив выписку через портал госуслуг, либо обратившись лично в офисы социального фонда, в клиентские службы. Если же вы все-таки увидите, что у вас что-то не так, либо какие-то неточности, либо какого-то периода работы не хватает, вы всегда можете обратиться с заявлением на уточнение этих периодов, предоставив подтверждающие документы. А на госуслугах это тоже можно посмотреть? Через портал госуслуг. Конечно, вы выписку можете получить, безусловно, мы ее часто там получаем. Отдельный вопрос по поводу единого пособия для беременных и семей, семей с детьми до 17 лет. Давайте еще раз разъясним, потому что сейчас с объединением двух фондов как бы в голове все смешалось, помимо того, что и новые условия получения этих выплат, плюс еще и новое ведомство. Ну так произошло, что просто совпало, что и объединение, с 1 января 2023 года, и новые правила для назначения уже единого ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка тоже вступили в действие с 1 января. Новое единое пособие, ну просто объединит в себе ряд действующих уже мер. Это и те меры, которые связаны с выплатой пособий при рождении или усыновлении ребенка и до 1,5 лет, так и те пособия, которые предназначены для семьи с детьми от 3 до 17 лет. Кроме того, единое пособие теперь будет выплачиваться и беременным женщинам с низкими доходами, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Таким образом, сама система мер поддержки семьи с детьми будет начинаться с момента беременности женщины и длиться до достижения ребенком 17-летнего возраста. По нашим оценкам, у нас в крае порядка 205 тысяч детей мы охватим вот этим единым пособием. Ну а чтобы его получить, буквально несколько простых условий. Дети и родители должны быть гражданами Российской Федерации, проживать на территории России, среднедушевой доход семьи должен не превышать региональный прожиточный минимум, имущество семьи не должно превышать установленный перечень, а каждый взрослый член семьи должен иметь трудовой доход или объективное его отсутствие. Единое пособие будет назначаться по принципам социального казначейства. Это одно заявление без дополнительных документов по единым правилам для всех категорий получателей, в том числе и для беременных женщин. Что это значит? Это значит следующее, что если ранее по старым нормам для беременных женщин максимальный размер пособия составлял 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то теперь этот процент будет составлять либо 50, либо 75, либо 100% от величины прожиточного минимума в зависимости от нуждаемости. То есть также и для беременной женщины специалистами будет проведена комплексная оценка нуждаемости по получению заявления. То есть когда заявление приходит в социальный фонд, далее уже все происходит автоматически. Мы берем, запрашиваем у налоговой доходы на детей, на родителей. Из МВД мы получаем информацию об автомобилях, из Росреестра об имуществе. Все это комплексно оцениваем и выносим либо положительное лишение, либо решение об отказе. И вот то количество имущества, каких-то доходов, это все влияет на объединение? Конечно, безусловно. Безусловно. 100%. На сегодняшний день вы говорите, сколько? 200? 5 тысяч детей мы ожидаем, что будут охвачены этим пособием. На текущий момент уже более 27 тысяч заявлений на единое пособие поступило. Мы уже, естественно, провели первые назначения. Уже 9 тысячам детей мы назначили единое пособие. Беременных граждан, которым мы назначили, женщин не так много пока, 157, но мы им тоже произвели назначение. Первые выплаты пройдут уже сегодня, 13 января. Еще раз давайте, вот единое пособие, почему оно называется единым пособием? Потому что оно назначается по единым правилам для всех категорий получателей. Ольга Михайловна, ну куда обращаться? Обращаться прежде всего по любому вопросу, в том числе и по единому пособию, можно в региональный контакт-центр номер 8 800 600 400. Если же все-таки кому-то необходима личная встреча, то, конечно, единые офисы клиентского обслуживания, наши клиентские службы ждут граждан для ответов на любые вопросы. Кроме того, всю необходимую информацию вы можете получить в социальных группах, ВКонтакте, в Одноклассниках, найти нашу очень просто решетка СФР Алтайский край. Хорошо, спасибо вам большое за содержательные ответы, Ольга Михайловна. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях была Ольга Клиндухова, управляющая отделением социального фонда России по Алтайскому краю. До встречи!